Добрый день, милые дамы! С вами Светлана Амельянца, автор проекта СБ Визуальный, где мы обучаем стремительное освоение визуальной машины с нуля. В этом видео я расскажу вам о том, как вы можете применять те узоры, которые вы проходите на второй фантуре, при декоре какого-то вязаного изделия. За основу мы взяли наш льняной джемпер, в котором применены как цветные полосы, так и узоры теневого исполнения, то есть лицо-изнанка. Но на самом деле, конечно, если у вас нет второй фантуры, то этот льняной джемпер абсолютно легко вяжется и на одной фантуре. И вот эти полоски лицо-изнанка мы можем легко получить, надев набросовую нить, сбросив, перевернув, связав нужное количество, переодев обратно на нужную сторону и так далее. Может быть, немножко будет посложнее, но не на много. Если сравнивать с исполнением на одной фантуре и на двух, разница в исполнении именно вот этого узора, она абсолютно небольшая. Но если вы проходите те узоры, которые вы отработали на первом занятии и на первом курсе, то, конечно же, стоит это применять и использовать. Именно для этого я нарисовала для вас схемы. И схема – это не значит то, что я вам прорисовываю узоры, которые вы будете применять. Это рамки, которые вы можете заполнять любым узором, который вам доступен. Как мы читаем вот эту схему? Это то, что здесь снизу идет узор, который вы используете на полную катушку, заполняете все поле. И сверху по вот этой линии, по прямой линии, которая на Наталье смотрится фигурно, мы точно так же до самого верха заполняем каким-то узором. Как мы читаем этот узор? Мы читаем вот так, что мы здесь зигзагом вводим узор, который не должен иметь границу. Это просто ограничительная линия, ниже которой, то есть, как бы четко очерченная треугольная линия, которая будет идти у нас по груди и уходит на линию рукава. И так далее. То есть, любой из этих узоров, это не значит, что должны быть обязательно косы или что-то. Это вот как бы поле, в котором вы применяете свой узор. Здесь узор есть, здесь узора нет. И все узоры, которые я вам предлагаю, они легко исполняются на вязальной машине. То есть, вы начинаете этот узор, часть у вас на передней фонтуре, часть у вас на задней фонтуре, либо совмещено, и вы этот узор доводите вот таким треугольником, нарастающим до самой горловины. Поэтому смотрите узоры, выбирайте. Может быть, вы сможете применить что-то другое, то, чего я не показала в этом уроке. Но задача была объяснить вам, что вы знаете очень много узоров, и просто безумно и бездумно покрывать все свое изделие этим узором не стоит. Вы можете обыгрывать его и делать еще более интересным, когда вы заполняете этим узором изделие частично, фрагментами, на каких-то элементах, на рукавах, какие-то фрагменты, либо только по груди, либо только по спинке. В общем, не полностью все изделие, которое снизу доверху заткано однотипным узором. Пусть даже он очень красивый, пусть даже он на двух фонтурах. Я надеюсь, что вы сможете связать отчетное изделие, которое будет радовать вас, ну а нас, как ваших учителей, обрадует еще больше, потому что мы увидим, что вы примените те знания, которые мы собирали для вас, и которые старались передать в этом курсе второй фонтуры. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «СБО вязально», где мы обучаем стремительное освоение вязальной машины с нуля.